запись всем привет youtube это вторая часть гайда по спидра но не процент restricted дума терна сегодня мы будем показывать левелы супер горна 100 по сентяну прайм вот и перед тем как мы начнем я забыл упомянуть в предыдущей части кое-что на doom hunter бейсе когда вы проходите вот эту вот арену вот эту делаете hook jump и далее двигайтесь по стенкам вам обязательно нужно будет подобрать вот эти вот патроны чтобы вам потом хватило после распила во время того как босс переходит во вторую фазу самый первый который самый толстый далее еще я забыл сказать те находится ой и вот арена вот я забыл сказать где находится ракеты находятся ракеты тут вы обычные их подбираете вам хватает патронов без дополнительного распила демонов вот но если не хватает вы можете подобрать также их тут тут здесь есть патроны еще также под дроповик вот и по моему он это все вот теперь я забыл про один нюанс рассказать когда вы делаете хук джамп и делаете панч иисуса вот вам нужно стоять на самой верхней платформе то есть вот отсюда вы скорее всего не достанете видите если бы я сейчас ударил этот значок пропал бы но иисус бы не свалился поэтому вы встаете сюда привете у джамп и принципе все по этой части вот окей супер горность это по-моему самый такой интенсивный левел на файты в мидгейме по крайней мере здесь мы здесь у нас момент вот такой дэш 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 дэбл дэш ук и аккуратнее потому что вы можете сломать хук об вот эту колюжию поэтому находитесь ну вот на уровне зомби к слишком высоко не стойте и вам нужно попасть вот желательно на этот вагончик с не получилось можно также забраться сюда или вот отпрыгнуть отсюда вот если вы делали если у вас оптимизированный оптимизированный момент то вы скорее всего не заденете триггер спауна этих зомби импов вот и сейчас я вам покажу как ускориться от этой стенке нам здесь нужно будет сделать панч мы панчем при этом отпустив кнопку движения и перед тем как коснуться стенки мы удерживаем кнопку вперед вот можно также зажать макро и крутить колесо чтобы поддерживать высоту вам это называется даб сейчас я покажу вот то есть я нажму кнопку ударю и перед самым касанием я зажму кнопку вперед не получилось ну ка еще раз блин а там еще нужно смотреть по моему определенное место в общем на другом месте это прям хорошо работает лучше конечно стоять подальше чтобы у вас была максимальная скорость от панча ну вы поняли в общем сейчас я покажу файт и потом я объясню что я делаю ничего не умер ну ничего страшного окей теперь снова таргетом нам в этом файте нужно убить определенное количество врагов вот когда вы улетаете в этих маленьких в этих меха зомби и солдатов вы вдаль кидаете гранату и ближних вы убиваете с ракетниц далее эти импы поднимаются вы их убивать из бочки этот манкубус находится там вы его убиваете можете сделать баллиста boost убиваете вот этих двоих и далее вот этот вот манкубус будет стоять тут вы просто его панч канцелите бьете blood punch вот и как определить то что вы убили достаточно врагов это вот поэтому вот солдату который вот выпрыгивает оттуда это означает что вы били достаточно врагов и можете двигаться дальше вот убивайте его манкубуса если вы успеваете вам главное успеть к спавну каркаса вот если вы успеваете вы можете также отстрелить еще и солдата которая обычно стоит вот здесь он по моему но он почему-то стоит там в общем не важно вот появляется каркас пв баллиста далее дэш 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 убивайте ревенанта вот нам нужно сделать все быстро потому что если вы запоздаете то этот ревенант начнет взлетать и все ваши ракеты могут улететь в молоко вот в эту стенку далее цепляйтесь за monkey бар убивайте этого у на это правлер баллиста супер шотган далее пилить эту змею потом вот эта змея она будет обычно находиться вот так тут где там где вот этот правлер иногда она спрыгивает точнее не на не иногда а обычно она спрыгивает сюда вниз вы ее что-то число конверста если этот правлер находится вдалеке вы можете его убить пб баллист но если он телепортировался к вам то вы его соответственно что такие вблизи супер шагана вот если вы убили всех хэви и вот этого солдата который выпрыгивает и вот этого солдата который обычно стоит здесь то у вас остается три импа вот их можно убивать до того как вы убьете две змеи но они респаунятся через 10-15 секунд поэтому вам нужно после этого как вы убили нескольких импов как можно быстрее убить этих змей вот когда да тогда вы засовете время один имп роем ну и допустим я нашел в одном импа и убил вот и после этого вам нужно смотреть вот в эту сторону сторону вот этой двери и перед к сцены прыгнуть и дашнуть 8 сейчас убью ротаж можете зажать макро или прокрутить колесом и далее вот так вот полететь убиваем этих зомби потому что они будут блочить нам путь и когда мы подбираем этот мод бот у вас руках должно быть что угодно но не баллиста чтобы мы потом свапнулись нее и здесь подбираем destroyer blade здесь ку-ку destroyer blade и здесь input этап и а destroyer blade качаем rapid chains нижний нижнее улучшение далее снова а импруменс quick hook ты верхний верхнее улучшение и далее мы можем улучшить грабблер что у нас есть free все токен вот и после этого мы меняемся на баллисту и летим после чего и здесь мы убиваем дреднайта эти солдаты они побегут в вашу сторону поэтому они будут близко к бочкам поэтому вы стреляете в бочке убиваете но сейчас они стоят своих исходных позициях поэтому они не умирает вот и здесь спавнится дверь горгули вы можете шотнуть их сразу или подождать можете шотнуть одну допустим вот эту они что продну в определенных местах спамится то есть это вот тут и это вот тут вот и далее спавнится дреднайт но так как он далеко и мы все равно ждем пока он придет сюда и спрыгнет мы идем пауку далее убиваем горгулю они обычно будут тусоваться вот тут и допустим идите сюда вот он сюда спрыгнул гранату и его конверс и он умирает здесь ракетку в этих зомби и нам нужно убить тоже там буквально трех-четырех врагов чтобы начал спавниться этот правлер убиваем его вот вы видели я щитовика пилю также до пилим потому что мы все равно ждем пока правлер заспавнится ломаем тотем здесь будет стоять каркас мы его морозим потом это сломает щит если он поставит его шотаем его подбираем эту канистру идем в этот портал вообще если вы все сделаете быстро то дополнительные правлеры у вас заспавнится идете в левый портал пилите далее идете в этот портал вот и мы не можем сразу свалить нам нужно немножко подождать находясь в этой комнате то есть вы можете сюда подальше ци допустим и уже свалить наконец-то с этой арены здесь делаем рам дэш и сейчас я покажу как делать этот файт я забыл оффнуть но таргет немножко не успел ничего страшного вот так теперь объясняю для начала почему мы делаем хук и вообще так низко двигаемся потому что если вы сделаете просто не получилось в общем поверьте на слово триггер для второй волны он находится достаточно низко если вы слишком высоко подлетите над ним то вы его не заденете и соответственно придется перезапускать файт поэтому здесь делаем хук ну допустим вы сделали этот хук подбираем quad damage и пауки вылетают вылезает оттуда что ты кидаем ракетку в этого манкубуса пытаемся сделать хэдшот в этого манкубуса из баллисты вот и после этого нам нужно убить четырех любых врагов вот обычно мы убиваем вот этих трех импов потому что они 80 процентов случаев находится вот в этой местности раз два три также мы убиваем вот этого солдата который также близко находится к нам и начинает спавниться волна мы стараемся мы стреляем баллисты в этого ревенанта стараемся не попасть в его слабые места потому что если вы попадете в его плечи то он может не умереть вот соответственно с одного что-то убивается потом вот это вот ревенанта что-то эти этого дреднайта потом этого как а демона и этого как а демона и далее тут будет два каркаса находиться вот если вы не успеваете убивать как и демонов вы просто их с локонберста валите имеется ввиду вы не убиваете до конца квад дэмэджа уже еще раз далее раз два три четыре раз два и все хоть на этом все далее делаем вот дэш после того как нас телепортировала вниз просто прыжок прыжок удэш вот если у вас меньше 50 плазмы в этот момент то вам нужно будет запилить кого-нибудь из вот этих вот зомби вот этого или вот эту или вот этих вот вот чтобы вам охватил на destroyer blade далее заряжаем destroyer blade и стараемся прилететь в конец вот этой комнаты нам нужно немножко подождать чтобы зомби которые находятся здесь они подошли ближе к проходу и вы точно всех шот 0 но если что может также сделать шот вот так вот и если вы если тут остаются два праулера и щитовик по моему я ну на всякий случай делайте так вы сначала убивайте 1 праулера потом пилите солдаты и уже после этого убивайте 2 праулера вот вот таки включен вот здесь мы делаем хук да 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 может упомяне насчет ну причину потому что soft lock ну да может быть так что просто не откроется дверь если запилить солдата как последнего врага и тогда я уже не помню даже лодчик point не поможет ну да поможет старайтесь конечно делать вот самый быстрый вариант это вот вы летите в конец комнаты морозить и там праулера чтобы они вас не подбивали и просто шот эти всех врагов одним диблейдом вот здесь здесь нужно сделать хук вот но при этом да и и стараться подобрать вот эти патроны вот но проблема в том что вам будут блочить путь эти каркасы вот а также здесь очень низкий потолок и здесь очень легко удариться головой зацепиться поэтому делайте наверное вот на такой высоте на этот хук около того и может один прыжок только используя я вроде один использовал только да действительно здесь мы делаем такую же штуку как и в начале с первой стенка я показывал то есть вы панчите и после этого перейти как коснуться от этого вот люка вы зажимаете в ну кнопку вперед и вот на такой скорости вы летаете далее берем ключик немножко лоханулся но вообще тут вы тоже пытаетесь как-то хукнуть сохранить высоту подобрать вот эти патроны вот если подбирать эти патроны то вы можете даже принципе не не пилить особо никого сверх того как вот допустим пилят в мировом рекорде вот далее мы и займ терминал у дэши активируем к сцену и далее летим в следующую комнату здесь нам нужно будет взорвать бочку чтобы убить этих зомби они обычно тут стоят и также тут находится зомби мы их убиваем со стики и пилим этого солдата и после этого открываются двери с каркасами вы наперед кидайте гранату потому что не могут поставить щит а гранаты там ледяные бомбы и гранат они ломают этот щит нажимайте кнопку и здесь делаем панч-буст показать то есть нужно немножко будет подождать перед тем как горгулия заберется вот на этот камень встаете примерно вот сюда вот в этот уголок и просто панчите стоит упомянуть что она очень быстро может убежать так да 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 поэтому нужно все с первого раза сделать потому что она горгулия сама по себе быстро так еще и под баф тотемом но если что чекпоинт находится совсем рядом можете попробовать снова вот так есть выбираем патроны если вам не хватает плазмы можете запилить в окну перед кат-сценой этого зомби вот и он автом и он мгновенно запилится далее что видите то и делайте просто кидайте там гранату и либо ледяную бомбу чтобы вас не блочила змея можете подобрать вот эти патроны вот и здесь делаем хук в идеале конечно чтобы у вас получилось так чтобы вы оказались здесь не потеряли по высоте и попали к этому пауку сразу же но ничего страшного если вот допустим упали здесь находится джампад может покажи те триггер находится на импа триггер но он чуть позже по моему вот где-то вот тут находится сейчас посмотрим вот чувствую тут вот когда вы спауните импа да вам нужно отойти назад идите назад да да больше вероятно что получится сделать этот хук там можно попробовать и не знаю я вчера али позавчера тренил после хука двигаться не кнопка вперед а боком чуть-чуть а потом уже повернуться и начать двигаться вперед я не очень хорош в этом хуке ну вот как то так вот но и как бы тут нужно достаточно много фпс для этого можете в принципе попробовать через колесо сделать вот такой вот эффект да вы точно прилетите вот отсюда появляется паукан вы его убивайте вот и далее будут стоять тут паук тут паук вот ну я думаю на первых порах не надо заморачиваться там попасть при сижен болтом в 1 ракеткой в другого и тогда там быстрее выходит вы можете просто два локонберста на них потратить и все и не париться и ключики по-моему я ничего не забыл вот про этот лаву рассказать вроде все все упомянул здесь юзаем рычаг и сейчас мы будем использовать fast travel сохранить вообще что происходит когда мы делаем fast travel допустим видите я нажимаю кнопки и какое-то время не смог не могу двигаться но если я выберу точку fast travel два раза нашему досье то я смогу двигаться то есть пропадет этот movement lock я могу и дешится и ходить и баллиста бусится но я думаю в этом в этой категории типа это не проблема то что ты можешь упасть сколько бы ты не прыгал ты скорость не будешь набирать вертикальными поэтому забейте в общем после того как вы дернули рычаг этот вы выбираете lower area argent energy station два раза выбираем досье и используем . хотел сказать что он локоть момент можно еще выходя просто в меню нажимаем escape ну да ну это такой мелочь нам используем терминал прыгаем листа пуст здесь после двери нам нужно сделать один дэш и после этого баллиста если у вас совсем нету баллиста вы можете запилить кого-нибудь здесь вот или хук вместо баллиста хукнуть одного из этих пуджей далее забираемся и принципе тут ничего сложного все это весело ну и сейчас арт-комплекс даст самый веселый на самый веселый level но достаточно простой если один трюк звучит и если у вас компьютер хороший если у вас компьютер я расскажу про фпс а еще не знаю плане ты планируешь бака поищу упомянуть там у копы но я несколько вариантов да я покажу хорошо так вот простой момент это просто она я сначала покажу сложному здесь можно сделать панч буст вам нужно целиться верхнюю часть вот это вот узора и зажать макро и можно также ничего баллиста бустануться в общем вот есть простой вариант где-то просто дешишь стенку вот и здесь вам нужно здесь очень легко зипнуться как по мне вот видите я сейчас проскользил вот если я сейчас дешность то я зипнусь вот и вам добавит времени поэтому вам нужно зипаться на определенном расстоянии от этого уступа вот то есть не на этом уступе вот то есть вы делаете вот так вот и близко себя выстреливать вот таркет включен вы убиваете этих зомби потом эти двое будут стоять рядом допустим и потом убиваете вот этих двух импов они будут находиться рядом с этим правлером правлера шот эти с сг вот этот вот солдат он также будет находиться на лестнице вы его убивайте вместе с этими двумя и вам нужно убить вот именно вот это вот импа чтобы засполнилась следующий волна и убиваем от этого солдата вот после этого нам нужно убить еще одного солдата эту змею и самого ближнего к вам импа который исполнится здесь и после этого вы заряжаете диблейд и во время этого вы кидаете всякие гранаты потому что есть шанс что допустим вот эта горгулия она очень любит убегать в коридор и таким образом вы ее либо убьете либо застопить вот и вы убиваете вот так у всех врагов предми каразе далее солдат и правлер и смотрите мы получили чекпоинт но чтобы открылся этот день чтобы вырвался оттуда ревенант нам нужно отойти и как бы нам все равно нужно отойти чтобы сходить допустим за патронами и патроны идем я забыл сказать этот манкубус он не нужен для прогресса то есть его можно игнорировать на самой легкой сложности так как он особо как бы не представляет опасности нам не угрожает и далее можно сделать хук и убить в полете этого пуджа вот можно сделать дэш вот эту конструкцию можно также после дэша сделать баллисту и также запилить вот эту вот пуджа мы его пилим вот и нам остается бить эти двух этих змей и этого импа и вам нужно находиться на примерно тут и вам нужно целиться как можно ниже вот чтобы вот эти вот вот эта вот лестница она как бы выстрелилась в одну линию спроектировалась спроектировалась вот чтобы точно задеть импа и змей змеи все равно ползают поэтому у них поэтому как бы если мы будем стрелять ниже то мы все равно по ним попадем да ну я сейчас это показалось на таргетом давайте эти сейчас покажу вот так либо удашь снова заряжаем destroyer blade и убиваем эту пачку и когда мы дальше вперед спавнится новая пачка вот это эти два импа обычно стоят рядом с этим каркасом что мы делаем мы стреляем при сижим болт и ракета и мы таким образом убиваем всех рядом стоящих импов и также будет еще впереди стоите один им как бы все мы зачистили эту комнату вот может упомяне еще смешную такой софт который может произойти ну не софт лока телепортирующие да да иногда после того как вроде вы всех убили но вам нет ну не разблокировали проход вам нужно идти обратно и искать импа который нам нужен он обычно находится вот где-то здесь вот это да забавная ситуация возникает забавное для зрителя не забавное для ранее в общем да если у вас не открывается проход то с высокой долей вероятности у вас просто здесь находится имп который телепортировался каким-то фигом убегает ли он да как он может убежать да потому что они как бы появляется отсюда ну если бы он появлялся и просто был убегал я думаю мы бы заметили вот далее нам обязательно нужно убить вот этих двух зомби они считаются нужны для прогресса нам нужно чуть дешнуть вот этот триггер находится на уровне вот этого дивана зарядить the blade и если вы всех убили ну не будем париться убивайте всех там по моему есть какие-то могу которые не обязательно для условия дальнейшего условия но просто забейте и убивайте всех вот если у всех убили то спавнится этот ревенант выпилите этого зомби и далее продвигайтесь вперед и даже если вы получили чекпоинт вам все равно нужно будет немножко пройти вперед чтобы вы точно получили этот чекпоинт и чтобы задиспалнилась невидимая стена после этого чекпоинта так и теперь мы будем делать самый такой забавный трюк конвеншен хак сейчас я продемонстрирую демонстрирую слишком рано все нажал должно сработать но нет я не еще раз же без на таргета ну что софт лог хунда эксклюзив так что всегда предполагал что набегает блин чё то прошу прощения за замин очку а ну вот я в принципе сейчас расскажу про то почему этот трюк такой забавный скобочках нет на это потому что мы делаем хук от этого импа а прикол в том что этот им постоянно двигается он не стоит на месте вот если он стоит сейчас я покажу сейчас я вам до этого показывал самый быстрый способ как делать этот трюк но он не хочет если я не ошибаюсь новая упоминал что-то о том что если сделать все очень быстро то им не будет таким надоедливым нибудь времени чтобы куда-то там сместиться то есть надо сделать хороший вал дашь и сразу идти на джампад надо что-то просто название много вариаций есть как это как делать этот хук можно использовать баллисту под себя чтобы взять больше высоты я понял почему мне не получается у меня фпс короче потому что здесь нужно минимум 160 fps но так как я и и стримлю и записываю у меня не хватает просто кадров ну допустим я почистил у меня все равно мало фпс но он в общем объясняю вы встаете на этот джампад и вот перед тем как прям встать вы нажимаете колесо и перед полным как бы эффектом замедления кайтесь и вам где-то вот в воздухе нужно будет прыгнуть и призе и вам нужно будет прицелиться вот в это место и таким образом вы отскочить наверх и вы можете сюда выйти вот в этот участок и карты вот на и я в видео на любом рассказывал про бы что это единственное место где можно вообще переходить вот так вот ну можно здесь хвататься то есть допустим вот это уже out of bounds здесь вы стоять не можете вам либо reject нутран не вы накинут время вот попробуй как-то сделать с баллистой да да я как раз хотел про это вот если этот им стоит не допустим не здесь куда-то допустим ушел сюда или у вас не хватает фпс вы можете сделать вот так можете сделать так ой здесь не надо дышать воздухе и вам нужно будет я не знаю салюте в абсолютно вере в пб не было что он после хука патя бустился но я не бустился по-моему не бустился но но обычно надо буститься и прыгать вот чтобы вам хватило высоты потому что как ни странно если вы находите снизу то у вас почему-то хватает высоты вот начале хука вы находитесь снизу и у вас хватает высоты без баллиста но если вы допустим слишком высоко то у вас как бы этот хук типа тянет вниз и у вас не хватает высоты без баллиста быстро то есть могу еще раз показать вот да видите мне чуть буквально хватил высоты вот если же этот имп стал вплотную к этой стене нажмите reload потому что считайте что он попал в out of bounds я не знаю как показать давайте попробую поймать этот момент об нету еще в границах не хочет в общем у вас хук сломается вот по моему это да вот видите я ничего не нажимал у меня просто сломался хук он просто ломается заморозка не помогает вот только если попасть по моему вот в рамки стекол или если попасть в пол когда он заморозить идем дальше а еще бэкап есть один такой типа чтобы вообще этот хук не делать зайбуст зайбуст но помню делала его когда я только начал который она да отсюда надо но которого ханта делается да для этого нельзя перезапускать чекпоинт лишь потому что там находится невидимая стена вот и мы соответственно упираемся не и делаем за и пустом действительно отсюда вот можно попробовать как-то вот так щас забраться куда плюс сюда да вот сюда и здесь вот на это вот скошенные части вы можете сделать дэш дэш буст вместе с баллистой и все равно попасть вот он сможете сделать отсюда также зайбуст да в общем это вот случае если вы не хотите релодится вы можете просто забраться сюда вот по этим вот лесам это конструкции и далее забраться далее появляемся здесь и сейчас будет скип турелей сейчас я покажу один раз просто скипайте пол левела если не там большую часть левела вот нужно облить нужно прилетать под этой аркой над аркой уже out of bounds и когда вы делать этот буст будьте аккуратным потому что здесь находится до сплейн и также еще находится до сплейн вот наверху и справа вот так вот вы окажетесь здесь если вы попали сюда то вы можете вернуться обратно портал вы падаете и вы оказываетесь опять же вот на этом балкончике этой террасе упомяни еще фейдин бусте на вы можете здесь также фейдин бут сделать можно сделать так фейдин буст можно постараться нажать кнопку колеса оружие выпрямить получше в эту в эту сторону как то вот так иногда у вас может пропасть просто air control даже после приземления ну вы по видимо попадаете в этот момент в первый кадр приземления так что да будьте аккуратным вот и тут нам но и но если у вас нет баллиста вы можете просто делать вот дальше и сейчас мы будем несколько у меня таргет включен мы кидаем чтобы убить мародера мы кидаем а из бомбу к нему за спину он байтится и мы убиваем его с лаконберста вот и я советую чуть-чуть отойти потому что иногда багается камера и выйти по как будто в полу находитесь на на самом деле нет и может произойти ну сложности с наведением все покажу если у меня получится так на этом не нужно будет а скорее всего он заговнеется этот мародер потому что если вы перезапускаете лэу если вы хотите просто потренить этот айсбомб трюк то он может козлить этот мародер вот так вот оно происходит ну в принципе то что я сказал сейчас походил туда да 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 ну ладно в общем поверите то что он просто поворачивается у вас есть время выстрелить ему в спину и соответственно это free сами босс это весь с 8 фпс в этой игре я я показывал одному человеку что там можно хоть составить по я сделать все эти трюки просто то чуть-чуть сложнее и чуть-чуть медленнее есть пофиг с чем заходим варскор окей здесь мы сразу скипим кат-сцену и едем на лифте занимательный геймплей как только вы увидите что вы достигли чекпоинта релоуд и далее видите то и делаете двигаетесь вам тирана кидаем всевозможные гранаты барона ой барона прошу прощения тирана тиран тиран попозже будет доба аборигена блин окей это и так и теперь а да как только вы убили всех и получили чекпоинт релоуд соответственно вместо того чтобы идти к двери и ждать пока она откроется вы уже находитесь рядом с этой дверью вот далее я вам покажу сейчас один трюк мы можем хукнуть и делаем панч-буст фигово получилось как-то абсолюте делает более красиво не наворачивает такие круги но я не знаю в чем секрет могу принцип попробовать вот и в ранее так делаешь или я делаю ну вот так и делаю у меня просто тут скорости не хватает но она я буду показывать как я умею вам нужно будет сделать панч-буст и после этого вам нужно будет будет очень сильный панч-буст наверное вам стоит фликнуть чтобы вас сильно так не запустила вот но при этом вам нужно будет как можно раньше попасть вот к этому к этой стенке к этому мостику иначе если вы запоздать этого вы заденете дисплейн слишком сильно если что можно допустим понизить кадры скажем но видите мне это все не особо помогает и мы зависит от позиции солдата тоже он иногда может быть вот вот там где он стоит сейчас это даже выгодно обычно он будет чуть ближе и это будет проще сделать ну давай иди сюда иногда может в ранее не повезти с этим допустим ну да иногда может не повезти не везет конечно вот и как только вы подлетаете вот этой части стенки вам нужно прыгнуть и задеть триггер который открывает вот эти двери он находится вот примерно вот здесь где я стою вот но если у вас не получилось открыть двери этим покажу backup новое допустим если вы сказали здесь не открыли двери вы можете сделать так прыжок дэш прыжок с баллистой и дэш вам нужно как только отступайте от этой двери вам сразу же сразу надо будет прыгнуть тогда вы заденете этот триггер покажи еще backup нас без без панч буста он немножко проще да он немножко проще сделать вы можете сделать даже boost мне не отсюда этот а такой-то самый медленный на сколько я знаю здесь цельсия как-то на шестерку я помню чего было такое на этом патче можно сделать и сюда даже быстро на текущем патче только отсюда можете ну вот я могу показать еще раз а то такой данный самый простой нам туда здесь хук джамп плюс дэш ой плюс баллиста вот и мы хотим допустим сделать тут в удэш но у нас не получается видите нифига но если мы сделаем какой-нибудь взрыв от стики бомбы или от ракеты и оставим эту каменную крошку то мы каким-то фигом сможем сделать чудо удэш поэтому вы можете наперед кинуть вот здесь вот дурацкая коллизия можете выстрелить сюда или выстрелить вот сюда ну или в эту стенку если вам так удобнее но так как вы заворачиваете направо то скорее всего я думаю проще будет целиться либо в эту стенку либо в эту невидимую коллизию дальше продвигаемся а мы получили бфг но нам неинтересно неинтересно эти как одем на и здесь мы летим и триггерим телепорт вот этот уголок и как только вот видели проявляется картинка что мы вот телепортировались мы жмем любовь далее нам где мы делаем панч буст панч буст баллиста буст мы дышимся в это место и целимся примерно вот сюда по моему у вас не хватило скорости или допустим плохая высота вы можете прыгнуть отсюда и полететь туда можете в прибухопе подобрать эту баллист патроны для баллиста вот но или можете сразу сюда залететь есть баллиста вот чтобы сразу же двери открылись потому что они как на doom hunter base если вы слишком близко убьете каркаса то вам придется отойти время потратить вот мы влетаем после того как появилась эта надпись мы ждем 2-3 секунды и стреляем из бфг то есть мы мы ждем не знаю видно было или нет мы ждем когда спаунится холлнайт мы пилим 2 можно запилить одного хайве вот это вот потом подобрать здесь канистру и убить как он солдаты или зомби вот и как только увидите вот на этом месте как спаунится дреднайт вы стреляете бфг и как только начало темниться темнить картинка мы жмем reload тем самым таким образом точнее мы диспавним невидимую стенку которая изначально не задиспавнена находится вот здесь мы появляемся здесь удашь и далее здесь даже boost и спосле этого сразу держим назад чтобы не удариться башкой об эту люстру об эту лампу не цели далее скипьем к сцену подвигаемся дальше и здесь нам нужно сделать турч хоп есть вот у вас допустим не получилось на я сейчас не особо старался и отсюда вам нужно прилететь вот в эту дырочку если у вас не набралось скорости вы можете сделать просто двойной баллиста boost и приземлиться вот на этот краешек это инбаун все нормально далее мы летим на следующую арену но мы летим чисто так аля пит-стоп забрать этот бфг и после этого мы делаем гид хук самый быстрый способ это от вот это вот солдата но перейти он как хукнуть его видите здесь находится не видно вот этот вот столбик и если мы хукнем допустим вот в таком положении когда столбик слева от от нас то то он сломает хук в общем вам нужно подвинуться тушкой чуть левее и после этого хукнуть я был упомянул не упомянул а подметил что это не самый быстрый способ самый быстрый способ от скорее кац от барона но он сложнее и требует хороших фпсов на просто этот солдат он на хорошей высоте находится вот и я советую чтобы дальнейшем поддержать высоту у кать не слишком высоко а вот на уровне этого солдата допустим так вот мы подобрали бфг сделали хук если не хватает высоты более 180 по себя и летим вот сюда теперь здесь когда вы будете прилетать вот здесь здесь находится невидимая стена бесконечные прыжки и покажу вот невидимая стена аккуратнее и также здесь как такая дурацкая коллизия поэтому вам нужно стараться прилететь между стенкой коллизии вот и соответственно вы прилетаете да но если у вас допустим не получилось что-то потеряли скорость ничего страшного можете так про бы хопить по островам ночь допустим что-нибудь такое вот и вот трамплин можете на нем прилететь по-хорошему нужно 4 баллисты 4 шота иметь сейчас в этом моменте 3 на хотя а мы еще здесь подбираем тогда ну перед кацаны вот это которая сейчас будет надо иметь 4 подбирать вот эти патроны вот если не хватает супер не хватает баллисты допустим пилите этого дырочка ну окей можно чтобы и три было но тогда просто мы не делаем баллиста boost после сразу после кацаны ну да плохо здесь мы вязаем скипим к сцену здесь можно сделать фастфол баллиста boost нутся и здесь мы морозим вот это вот манкубаса летим сюда и хукаем его покажу ой допустим если вы не с первой попытки сделали вы можете сюда встать заморозить и пукнуть и вам нужно целиться вот примерно вот сюда чтобы вас откинула наверх и я сейчас расскажу про нюансик собы морозим вот это вот горгуля также может вам подбочить путь поэтому будьте аккуратны и нужно находиться не слишком далеко потому что если мы будем находиться слишком далеко мы можем вот так вот задеть стенки и не слишком близко потому что у нас нам просто не хватит тогда скорости для этого бусто то есть мы стоим где-то вот здесь ты жал прыжок для этого или ты просто стукался об эту рампу я уже не помню но я на всякий случай я жал я скроллил вам нужно попасть вот на невидимую стенку который закрывает перелетел так 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 вот она ее границы вот такие вот вот от этой линии дальше падаю и вот и вот сюда и дальше падаю важно отметить то что это in bounce но все то что вот по бокам вот допустим вот этот вот я стою пониже это out of bounce и соответственно с другой стороны тоже поэтому быть аккуратным вам нужно стать именно вот сюда на самый верх можно понять что встали туда куда надо это вот вы прыгаете вот такой вот происходит прям гореть из башкой а если вы крутой то вы не падаете ну и берете баллисту и триггерите портал окей теперь сентинал прайм здесь мы делаем ты есть просто момент удашь удашь я сказал здесь можно сделать и ржей он сложный можно просто по тебя баллисты стрельнуть вот здесь можно сделать воут дэш баллисты выстрелить потом сделать рамп джамп от об эту рамп в общем да и здесь мы встаем и делаем джамп мы отходим на 30 кадрах на 2 на 2 тика на 2 скролла назад дэш и если вы чувствуете что вам не хватает высоты вы можете под себя за бусицы баллисты и далее просто этим ничего подбирать не все да и если вы хотите тренить гладиатора первую его фазу то я советую вам сохранить позицию перед самим файтом или с этой миссии потому что если вы после этого загрузитесь загрузите чекпоинт то опенинг будет немножко другой и тайминги будут немножко другие поэтому если вы хотите отточить именно вот чтобы делать этого гладиатора с первого трая то соответственно сейф позиция и далее телепортируйте series от миссии окей я теперь сейчас покажу как делать этого босса не хотела дэмиджа но вот теперь я покажу вы сразу же дэшитесь к нему спину заряжайте сссгпбссг и вам нужно в тайминг выстрелите в него с bfg и оглушить когда у него горят глаза потом дали сссгпбссг и вам нужно стоять на среднем расстоянии слишком близко но и не слишком вот так вот далеко вот это вот тут между вот этими вот двумя патронами и далее ракета и цельтесь в его голову или чуть-чуть левее чтобы выстрелы не заблочились общит если вы как я на первой попытке не успели убить босса если вы не успели то вы можете просто найти какого-нибудь обрека и просто от него сделать hook jump и настреливать снизу по и сверху у него там ничего не защищено первая фаза все это было супер изи и далее он после эпика сцены мы дешнемся в него начнем настреливать из ближнем бою вот и как только он начнет раскручивать свою булаву мы также подойдем и после этого когда он перестает раскручивать свою булаву мы вот так вот настроим ему из ракеток дальше когда у нас ракетки закончились да кстати вот ракетки находятся вот здесь то есть вы попятитесь как-то вот так назад и налево и далее вы просто выносите его с супер дробовика и это две трети игры это вторая серия получается на как же fortress да 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 fortress я покажу конечно ну я про то что ну чё там fortress это я про то что это блин не два часа как первой серии здесь как только вы появляетесь у меня с этап такой я стреляю вот туда и когда вы слышите сейчас я отлечу чтобы я не убью врагов и я специально повну музыку чтобы услышали это вот этот или вот этот если вы слышите этот звук или если вы увидите вот этот эффект когда bfg она прилетает эта энергия она вот расширяется а потом сжимается в эту точку вот когда нажимается обратно вы давите reload сейчас я покажу и опля мы скипнули этот момент до батарейки до вставления горнила и оказались уже здесь вот и при этом у нас не потратился bfg что самое важное если вы нажали слишком рано или слишком поздно релоуд чекпоинт и вам все равно как бы это касаемо не начинается то вы просто идете сюда и активируете руками вот но самое главное это вот именно сделать релоуд чтобы вам восполнили bfg потому что бфг нам очень как важен а можно еще раз показать я вот не помню мне кажется я я ориентировался по экстра жизням как только они появлялись тогда я делал чекпоинт попробуй я увидел или по экстра жизням действительно мне кажется так нам еще проще но по экстра жизням вы можете ориентироваться только если они у вас есть ну да ну со временем вы станете играть лучше лучше и лучше и умирать все меньше и меньше поэтому да окей я думаю на сегодня это все по этой части если у вас остались какие-либо вопросы можете задавать их в комментариях вот все в принципе всем пока я добавляю ну и расисbooks остальные если Продолжение следует...